Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня хочу вам рассказать и показать семена, которые я купила, семена перцев. Все перцы, кроме одного сорта, один только вот у меня гибрид, но это он так случайно попался, гибрид, просто я смотрела, чтобы все были они скороспелые. Все, что я купила, все они скороспелые. Восемь сортов от элиты, а элиты, и вот два перца от сибирского сада. Есть у меня еще на даче семена остались, там, значит, у меня белозерка, янтарь, кокоду, вот те перцы, которые я сажала. Все они очень урожайные, все хорошие, хорошо получаются, хорошо выращиваются. Главное, нужно обязательно соблюдать агротехнику. Значит, сейчас я расскажу, какие я купила перцы. Очень люблю перцы оранжевого цвета, вот не знаю, прям люблю. Они такие вкусные, сладкие, сочные. Выбирала обязательно, чтобы были написаны раннеспелый. Вот перец у меня первый, раннеспелый, называется перец сладкий, рыжий хвост. Сладкий, сочный, очень ароматный, плоды крупные, с толстыми стенками. Значит, он невысокий, 80-100 сантиметров и 95-100 дней. Первый урожай можно снимать уже 95-100 дней. Растение полураскидистое, плоды крупные, красивые, яркие, вкусные, с толстыми стенками. В общем, и сорт устойчив к болезням и резким перепадам температуры. Я сажаю перцы в основном на улице, в теплицу несколько кустиков для раннего урожая сажаю. А так в основном сажаю на улице в открытом грунте под укрывным материалом. Потом, когда уже потеплеет, укрывной материал снимаю и они у меня подвязываю. И они у меня стоят, растут на улице. Вот такой вот первый, значит, рыжий хвост, оранжевый. Бигбой. Перец сладкий, высокоурожайный, раннеспелый. Плоды крупные, толстостенные, сочные, вкусные. То же самое. Перец сладкий, 38 попугаев. В средней полосе рекомендуется для пленочных укрытий. В южных, в открытый грунт. Растение компактное, 60-80 сантиметров. Масса перцев до 260 грамм. Мясистый, сладкий, сочный. Толщина стенок 7-8 миллиметров. Так, следующий перец сладкий, 38 попугаев. Тоже раннеспелый. Устойчив к пониженным температурам. Дает стабильный урожай в холодное лето. В прошлом году у нас лето было жаркое. Невысокий, 50-60 сантиметров. 93-106 дней начинают плодоносить. Средней массы небольшой, 115-120 грамм. Вот такой, 38 попугаев. Перец сладкий, биг мама. Это вот биг бой. А этот биг мама, тоже оранжевый. Раннеспелый, высокоурожайный. Плоды крупные, толстостенные, ароматные. Но все они невысокие. Высотой вообще 50 сантиметров. Очень компактный. С толстыми, сочными стенками. Толщиной 7-8 миллиметров. Сладкий, ароматный. Сорт устойчив к болезням. Хорошо переносит понижение температуры. Недостаток освещенности, что немаловажно. Плодоносит долго, до первых заморозков. Ну, я им макушки прищипываю, чтобы они начали набирать уже вот такую вот спелость, цвет, краснеть, желтеть, оранжеветь. И макушки обязательно им подрезаю. Если им не обрезать, не прищипнуть, то они будут до заморозков цвести и завязывать плоды. И потом эта мелочь плоды так и уйдет в никуда. Так, еще у меня, значит, перец сладкий, раннеспелый, большой куш. Все, я выбирала все раннеспелые. Крупноплодный, раннеспелый сорт для открытого грунта. От сходов до технической спелости 80-90 дней. Растение высотой 80 сантиметров, плоды крупные 250-300 грамм. Вот здесь даже написано. Большой куш называется. Так, следующий. Перец сладкий, везувий. Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Плоды крупные, толстостенные, сладкие, ароматные. Это красный, красивый. Так, первые плоды 100-120 дней. Вот пишет раннеспелый, а 120 дней это уже все перцы созревают, и среднеспелые. Завязываемость плодов высокая. Перцы мясистые. Толщина стенок 7-8 миллиметров. Массой 200 грамм. Вкус отличный. Мякоть сладкая, сочная, с прекрасным ароматом. Да, все очень перцы вкусные были у меня. Душистые, сладкие. Есть ролики, я показывала, обрывала, собирала их ведрами. Очень красивые, разноцветные. Прям, ну, я люблю оранжевые. Они все-таки такие сладкие. И мне кажется, что оранжевые поспевают до полной спелости быстрее, чем красные. Красные пока там разгонятся. Так, перец сладкий, оранжевые наслаждения. Вот это гибрид F1, скороспелый, высокоурожайный гибрид отечественной селекции. От сходов до технической спелости 90 дней. Растения полураскидистые. Плоды слегка глянцевые, длиной 12-14, массой до 200 грамм. Толщина 6-7 миллиметров. Вкусовые качества отличные. За счет высокого содержания сахаров, мякоть плода сладкая. Гибрид отличается хорошей завязанностью плодов. По 15-18 штук. Так, средняя урожайность 5-6 килограмм. В продленной культуре 16 килограмм с метра квадратного. Вот такой вот гибрид оранжевый. Так, и это у меня сибирский бонус. Это перец сладкий от сибирского сада. Редкий цвет. Завидный размер. Плоды массой 300 грамм. Крупноплодный красный урожайный. Так, с плодами резкого, редкого апельсинового цвета. 80 сантиметров. Куст также невысокий. Формирует на кусту до 15 качественных, стандартных, крупных. Ой, вообще красота. Красота, мой любимый оранжевый. И вот еще один сибирский формат. Тоже крупный, среднеспелый. Впечатляющий размерами и весом. Красивые красные плоды до 80 сантиметров. Куст по 15 крупных, кубовидных, трех-четырехкамерных плодов. Средний размер плода 12 на 10 сантиметров. 300-450 грамм. Окраска в технической спелости темно-зеленая. В период созревания темно-красная, глянцевая. Толщина стенки 8-10 миллиметров. Плоды имеют нежную консистенцию, приятный вкус и запах. Так, сорт требовательен к плодородию, почве и поливу. Но способен дать хороший урожай и на менее обеспеченных почвах. Вот так. Ну, я знаю, что перец нужно поливать и подкармливать. Так, и еще один у меня сорт. Перец красная шапочка. Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Мясистые крупные плоды, массой 250 грамм. Куст тоже 70-80 сантиметров. Плоды 200-250. Так, сорт устойчив к недостаточной освещенности, кратковременным похолоданиям. Урожайность 9-10 килограмм с метра квадратного. Вот, но эти перцы все, конечно, нужно сначала по весне укрывать под укрывной материал. Я их оставлю дуги и грядку накрываю. Потом, когда уже потеплеет, минуют похолодания, минуют возвратные заморозки, я снимаю спамбонд или что, чем я там накрываю салафа. В общем, обязательно кусты эти желательно все подвязывать. Каждый куст подвязывать. Он нагружается плодами и начинает падать, тянет его плоды. В общем, нужно его обязательно подвязывать и обязательно формировать. В 2-3 ствола я формирую до развязки, до развилки. Убираю все листья, чтобы они не касались земли. Значит, нужно подвязывать, подкармливать и мульчировать. Потому что перцы не любят, когда их рыхлят. А после полива обязательно надо землю, чтобы она была такая мягкая, воздухопроницаемая. То есть я мульчирую. Мульчирую скошенной травой. Сем соломы у меня нет. Скошенной травой, но я ее подсушиваю. У меня лежит такой вот лист металлический. Мы на него высыпаем из косилки травку, подсушиваем и потом уже мульчируем землю. И, конечно, нужно 3 подкормки. Комплексные подкормки, удобрения, чтобы были НПК, азот, фосфор, калий. При высадке первая подкормка при высадке, вторая перед цветением, а третья начало сбора урожая. То есть перцы любят и покушать, и выпить. Это помидоры мы не будем часто поливать и подкармливать, а перцы вот такие. Если что-то еще приобрету, то тоже вам покажу. То есть пока у меня на сегодняшний день вот такие вот семена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем с вами вместе выращивать, следить, как они растут. Буду вам показывать. Что-то может вам тоже понравиться. Не игнорируйте подписки. Подписывайтесь, пишите комментарии. Может, вы какие-то уже из этих сажали, что вам интересно. Если вы не подписываетесь и не ставьте лайки, то как бы и нет у меня стимула и смысла рассказывать, как они растут, как плодят, какие плюсы, какие минусы. В общем, подписывайтесь, дорогие друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok